Ну и мы вопрос о том, хватит ли 15 свиданий для того, чтобы действительно выбрать избранника и сколько нужно мужчинам встреч для того, чтобы понять, что это та самая, с которой я хочу пройти всю свою жизнь. Переадресуем специалиста из Москвы, психолога международного класса Виктории Романовой. Виктория, доброе утро. Доброе утро. На Красноярской и Сибирской земле. Виктория, вот подскажите, пожалуйста, правы ли люди в своем мнении, что 15 это достаточно? Смотря какая цель. У девушки и парня, да, когда они встречаются. И все-таки бывает цель разная. Вот если люди хотят для счастья все-таки, да, жениться, то все-таки я предпочла бы посоветовать, чем больше, тем лучше. Чтобы людей друг друга узнать хорошо. И самое главное узнать как, не просто глазами смотреть на человека, а сердцем его чувствовать больше, да. Узнать интересы, чем человек живет, поэтому все-таки не торопиться. То есть я смотрю на тебя сердцем, глаза закрою и буду слушать и понимать, что мне человеку рассказывает. А вот тогда такой вопрос. Если мы говорим о том, что как можно больше свиданий было, вот, то, соответственно... Вытерпят ли мужчины, да? Да. Это количество. Когда я встречаюсь с девушкой, я ее узнаю полностью, да, я от лица мужчины. Ужил, понятно. Я ее узнаю полностью, там, 5 лет мы вместе, все уже, да, там уже и справа, и слева, и со всех сторон ее жизни понимаем, что она та же девушка. Ну, тут она неожиданно показывает свой какой-то скрытый момент, да, которого мы не увидели. И что делать дальше? Мужчины, как всегда, правы, правы. На самом деле, существует женская мудрость. Да. Вот этому нужно учиться. Во-первых, перед мужчиной не всегда открываться, как открытая книга, а всегда быть интриганкой и загадочной очень женщиной. Ну, то есть интриганкой в хорошем смысле слова. Ну, конечно. Да, да. Ну, такой тайной. Так все-таки, что делать мужчинам, то есть они вдруг обнаружили какой-то недостаток? Вот получилось, недостаток. Ну, хочется сказать мужчинам. Не надо говорить мужчинам. Да, я думаю, вы согласитесь, что у всех людей есть достатки. Подождите. Виктория, что нам делать? Недостатки есть у всех. Ну, все-таки, вот совет мужчинам тоже опираться на свое сердце. Не на свой разум, а на свое сердце. А они более логичные на свиданиях? Они логичные. То есть более рациональные? Они рациональные. Но все-таки, вот, в делах сердечных лучше на сердце опираться. Да. А есть такие моменты, знаете, вот люди, у кого, ну, играют свадьбу, рано. То есть, грубо говоря, два свидания, три, и все, и сыграли свадьбу. И они позиционируют этот момент тем, что тогда мы в будущем, нам будет о чем с тобой разговаривать и что делать. Вот, вот, как вы считаете эту точку зрения, как рассматриваете? По статистике, как раз именно такие браки и распадаются. Потому что не узнав до свадьбы друг друга, все-таки досконально, чем человек живет, цели какие, да, как он видит будущее, потом точки соприкосновения найти все-таки сложнее. То есть потом тогда придется терпеть, да, наверное, больше где-то, идти на компромиссы. Если вы, там, не очень на это готовы, да, то тогда на жертвование чего-то. Ну, а вот наше старшее поколение, к сожалению, недолго, да, не согласны или не так долго встречались. Ну, с бабушек, с дедушек, вспомните, да. То есть больше было такое, что они недолго встречались, через полгода в основном уже... Ну, да, это же было неприлично там пять лет ходить за ручку и вообще быть не... То есть вот Марфу взял, боярня, 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 и все, и свадьба. Вот так же было. А вот знаете, в те времена как раз выбирали не только сами молодые, так выбирали еще и родители. Да, и они выбирали каким образом. Да, тут был, скажем, такой и расчет, но и в то же время и по сердцу тоже выбирали. То есть они сразу смотрели на практичность, на то, насколько она будет терпелива, там, не знаю, податлива и так далее. Ну, вот сказала бы тебе твоя мама, Габриэль, вот девушка эта, вот будет тебя несносного терпеть, я тебе даю согласие. А как это происходит? То есть мама подходит к моей будущей... Да почему она не подходит к моей будущей жене? Она тебе говорит, а ты уже все делаешь. Она же изначально знает. Она на самом деле даже родословную всю изучает. А чем человек жил? А какие родители? А какие бабушки? А кем они были? Да, что, какой потенциал-то есть? Вот как они на самом деле изучали... А, то есть родители молодцы получают. А сейчас этого не происходит. Родители молодцы были. Да. Были молодцы. А сегодня мы молодцы. Да, сегодня мы более своенравные, наверное, да? И мы говорим, что мы, мол, сами в этих сердечных делах разберемся. Но если вернуться все-таки к тему свиданий, есть же любовь с первых взглядов, сколько, говорят, достаточно человеку для того, чтобы почувствовать этот импульс? В секундах или в минутах это? Это в секундах. В секундах. Но чаще всего этот импульс бывает не истинный. Бывает это, может быть, сексуальный гормон, это может быть какой-то интерес. На самом деле... Как бы, скажем так, порыв, да? Да. Особенно весной. А что вы? В общем, вы рекомендуете весну провстречаться, чтобы, если что, там потом уже в другие сезоны жениться. Или замуж уходить. Я весной рекомендую снимать розовые очки. Вот почему-то... Как это сделать? Вот когда идти на свидание, ну, как бы и на встречи с человеком, ну, быть, скажем, более реальным. То есть часто женщины думают, ну вот, это герой, это все, это мой будущий муж. Хотя он даже об этом еще не думает, он даже не знает, он даже не собирается, может быть. А она уже все картину настроила. А потом, когда раз, ну, что-то уже не клеится, да? И у нее разочарование. То есть идти с таким чувством, что как сложится, так сложится, да? То есть сначала давайте, мол, почувствуем себя. Вот так, да, у вас? Да. А вот такой вопрос. А в Москве вот как вообще? Да что такое? Сидай, да вот просто столько вопросов, да. Тема, понятно, насущная, потому что одинокие люди все равно могут. Ну, Наталья, я ей пытаюсь помочь. Итак, как в других регионах. Вот ладно, у нас в Сибири, там, может, так, в Москве, вот, более продвинутым, будем так говорить. Да, все же говорят, что вот женщины в Москве такие все, мол, меркантильные девушки, которые, да, и вот бедные мужчины, от них только и нужно, что кошелек. И, ну, все такое, такое, такое. Это, наверное, же, я думаю, не совсем мой правильный. Тогда это же не правда. Есть, да, такое? Есть, да. Есть такое, но все-таки женщины разные. Ведь бывают действительно коренные москвичи, есть разные регионы, но в целом все равно люди разные, поэтому бывает кто-то выбирает действительно глазами, кто-то выбирает рассудком, кто-то выбирает сердцем. А вот столичные мужчины и девушки все-таки глазами больше выбирают? Глазами. Глазами. То есть для них внешний фактор намного важнее, да? Конечно, конечно. Как мне пойти по красной дорожке, вот, я пойду, грубо говоря, да? По красной площади, да. Да. А скажите, пожалуйста, такой вопрос. А свидание слепое? Как вы относитесь вообще? Вот, свидание слепое. Самое главное настрой перед тем, как идти на свидание. Опять же, для чего я это делаю? Зачем? Что я хочу от этой встречи получить? Да, и быть именно реальной в этот момент. Не без иллюзий, не устраивать себе какие-то картины, фантазии. Вот уже как это будет в будущем? Ведь на самом деле другой партнер, он чувствует, когда женщина, допустим, сидит и думает, ага, скоро выйду замуж за него, ага, а дети, а что у него там еще есть? Вот, и это называется метасообщение, мужчина это чувствует. И, соответственно, он убегает после этого. Конечно, мы убегаем после этого. Никакого взаимопонимания. Страх в глазах, эти пятки сверкают, волосы назад. Она уже тебя женила полностью. А вот, кстати, вы замужем, да? Да. А как ваше свидание происходило, вот, допустим, ну, одно, может быть, из первых, с вашим супругом? Вы сразу как-то это все почувствовали? Вот у нас было сразу. Да, это был импульс, но он был какой-то необыкновенный. То есть это было, это было не весна, кстати. Это была зима. Да, это был бы падло снег. Но это вот, я почувствовала это сердцем, что этот человек, он какой-то очень родной, и я его знаю уже тысячи лет. Вот у меня было такое ощущение. То есть родственная душа, вторая половина, да? Да. Как-то сразу интуитивно. Вот что можно сказать, Виктория, о такой проблеме, как одиночество? Как выйти людям из этого круга? Вот, допустим, есть же, ну, их почему-то стало принято в обществе называть завидные холостяки. Да, мы такие. Да, да, и с достоинством, вроде как, подчеркивать их отсутствие семейного положения. Да, что делать холостякам? А может быть, человек ищет, 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 и вот попал в замкнутый круг. Не то, не то, не то пальто, не то пальто. Что делать ему? Дело в том, что не там ищет. Не там ищет, да. Вот я считаю, от лица холостяков, могу сказать, что не надо искать. Ну, не надо искать. Нужно просто жить, и оно само собой придет. Правильно? Согласна. Согласна. Нужно, скажем, немножко расслабиться. Потому что, когда очень сильно увлечен в эту тему, вот оно и не происходит. Да, но нужно всегда быть готовым. Вот, особенно женщинам всегда нужно быть готовым, всегда быть. И привлекательной, и роскошной, и красивой, и позитивной. Спасибо, что сказал. Готов, пойду в шкафчики. Все-таки уберу пол. Шкафчики подготовлены. Все джентльменские наборы вперед. Если мы будем говорить, мы понимаем, что свидание в основном, ну, вот влюбленность, она, вот эта вся история любви, пар, происходит в раннем возрасте. Девятнадцать, двадцать, там, вот так вот. А есть ли вот тридцать, сорок, десять? Просто любовь бывает разная. Вот в этот период именно больше здесь играют чувства и все-таки сексуальные влечения, гормон. А в тридцать любовь, она совсем другая. Все зависит от того, какой у человека, ну, характер, принципы жизни. И здесь она более, любовь, она больше, ну, скажем, логичная такая. Но все-таки опираться нужно на сердце. В любом случае, всегда. Ну что, давайте совет, самый главный совет. Мы помним про сердце. А еще вот какой-нибудь, чтобы наши, как раз, сибиряки, вот-то послушали вас и сказали. Да, и точно стало меньше одиноких людей. Когда мы идем на свидание, опираемся мы на чувства свои, да? Я на монтаж. При этом широко открываем глаза и видим человека реально. Смотрим на него, смотрим ему в глаза, да? Потому что глаза – это зеркало души. И очень важно вот именно визуальный контакт и чувство человека, чтобы он был гармоничным. По внешности можно узнать все. Все о нем, потому что на лице все написано. Даже чем он занимается, какой у него характер. Да, вообще, будет ли он на самом деле будущим хорошим семьянином? Может быть и нет. У меня вопрос. А как узнать, что хорошим семьянином или нет? Нет, у меня вопрос. Очень важно. Я вот уверена, девушки сейчас делали погромче. Так, и нам что скажет режиссер, кому она даст слово сначала? Сгажите. Выиграл. Да? Каким я буду? Очень ответственным. Вот, Наталья. Понятно. Харизматичный. У меня такой харизматичный. Всегда интересный. Сказала его Шура. Нет, ну да. Это было для гордости, на самом деле, же, да, тоже. Спасибо большое. Мне, честно, приятно. Вот теперь вот все. Пусть замилили. Все холостяшки. Пусть кусают лути. Красноярского края, да, могут еще попробовать, потому что Габриэль готов, как мы выяснили. Ну, а все, все-таки, вот ты мой вопрос-то перебил. Да, давай. И я как раз хотела сказать, что как понять, что человек действительно подойдет? То есть, что у него, ну, знаете, не такой вот, как скажут, Дон Жоан, это же всегда для девушек мы переживаем сильнее, и для нас это больше ранит и сложнее. И не все так могут вытерпеть эти похождения. Как понять по человеку, внешности, например, что этот человек действительно будет хорошим семьянином? В первую очередь, посмотрите ему в глаза. Угу. Да. Если он отводит глаза, да? Да, 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 да. А я смотрел тебе глаза. Всегда отводишь глаз. Правильно, да? Виктория. Она-то делала, знаете, так, с маленькой женской хитростью. Это маленькая трига была. Да, на самом деле прекрасные голубые глаза, а цвета неба просто роскошные. Спасибо большое, Виктория. Я тоже в ваших смотрю и вижу, что вы прямо, они тоже теняют весь ваш костюм. Друзья, знаешь, как приходите? Мы, да, как и на любом свидании, пришли в комплименты. Кстати, я думаю, это уже важно и нужно. В общем, смотрите и слушайте сердце, смотрите в глаза, и что оно вам подскажет, то и будет самым верным решением. Убедила нас в этом психолог международного класса, наша гостья из Москвы, Виктория Романова. Виктория, спасибо огромное. Желаем вам благодарных пациентов, чтобы к вам прибегали уже парами, такие счастливые, и хвастались там колечками, али может уже бейбик. Спасибо.